8 августа огонь все-таки перешел на зону города Сарова, но очаги возгорания ликвидировали в короткие сроки. После этого шло сильное задымление. Из-за сильного порывистого ветра в Сарове наблюдался смог и запах дыма. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Тушению пожара препятствовали труднодоступная местность, валежник, который образовался после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные погодные условия. В борьбе с огнем помогают сотрудники Росгвардии и работники предприятий Сарова. Значительную работу по тушению пожаров проводит авиация. Пожар ликвидируют 6 вертолетов и 8 самолетов. Сообщение о пожарах в Мордовском заповеднике поступило в МЧС 3 августа. С этого момента началась борьба за то, чтобы сохранить зеленый объект республики и предотвратить распространение огня на Саров. По сообщениям МЧС, возгорание торфянников в лесу вызвало сухая гроза. Весь город уже несколько дней следит за полетами самолетов и вертолетов на тушение заповедника. Работа не останавливается ни на минуту, хотя пилотам и приходится работать в условиях плохой видимости из-за сильного задымления. На месте пожара работают более 700 человек и свыше 180 единиц техники. Задействованы силы Республики Мордовии, города Сарова и Республики Чувашии. По сообщению оперативного штаба по ликвидации пожара на территории Нижегородской области, на сегодняшний день очагов возгорания на территории Сарова нет, огонь локализован. Превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.